Привет. Это тот самый Анатолий Шарий, и сейчас он, то есть я, расскажет вам про историю, которая начиналась вполне обычно и типично для современной Украины. Шпионы захотели узнать наши тайны. Ну а уже сегодня на подконтрольную Киеву территорию спробовала прорваться диверсионная группа врага, командир и колька бойцов россиян. Ну это понятно. Каждый день у нас прорваются диверсионные разведывательные группы, всякие российские войска и все такое. Кстати, Петр Алексеевич Порошенко привез документы показывать туда. А нам до того, как он привез, что-то ничего не показал. Наверное, для того, чтобы не обсмеяли. Но переходим к главному. Вервати национальную безопасность Украины намагаются и на певденном направлении. В Одессе контрразвитка службы безопасности виявила российского агента с завданием особой сложности вербовать оперативников СБ. Ого, в Одессе. Вербовать решил оперативных сотрудников СБУ? Совсем какой-то подорванный агент. И, кажется, наговорил на целый дипломатический скандал, потому что сдал того, кто руководил этими шпигунскими играми. Андрей Цепленко. Слушал и видел эти откровения лично. Ого, целый международный скандал. Андрей Цепленко. Врать не будет. Честный журналист честного канала 1 плюс 1. А это на самом деле агент вражеской разведки, потому что он и похож на пенсионера-бюджетника. Но агенты они такие, знаете. Ему 20 лет, а он выглядит на 75, примерно. В общем, суть в том, что все украинские СМИ подхватили эту новость. И вот уже агент ФСБ. Агент ФСБ прорвался на нашу территорию, записывал разговоры с нашими военными. Агент ФСБ, агент ФСБ, агент ФСБ. Ну а сам Андрей Цепленко у себя на странице уже написал, что он бывший военнослужащий подразделения ГРУ Генштаба Российской Федерации. Вот, вот этот страшный ГРУшник. И видите, он здесь рассказывает, что кормят хорошо, а я попал к ним, думаю, что это как гестапо, что меня на ближайшей геляке повесят. Ну и дальше идут комментарии, комментарии от очень умных людей, не от стада, нет. Да, надо было в расход расстрелять его, на геляке повесить, убить, убить, убить. Я заметил вообще особенность отечественного быдла. У него сначала убить, а потом включается мозг. Ну а у нормальных людей вроде бы как иначе. Сначала подумал, а потом думал, убить или не убить, в расход или не в расход. Сколько времени вы сотрудничаете с МГБ? Ну, с 95-го года. Вы агент? Ну, наверное, да. Вы агент? Ну, пожалуй, что агент. И, конечно же, без труда находится гуглица приказ о награждении его от 95-го года как раз таки. Вот в 95-м году он был как раз награжден медалью защитнику Приднестровья Ткаченко Игорь Вадимович. Был он в звании капитана на то время. Есть у вас какие-то позывные агентурные? Да, зима. Я бы ему лучше позывной дал старик. Позывный зима, він же громадянин России Игорь Ткаченко, намагался перетягнуть на бік ворога не просто рядовых громадян, а чинных офицеров СБУ. Но хочется, чтобы уже к делу перешли, про Главное разведуправление Генерального штаба Российской Федерации. Хочется послушать. Ваша задача в Одессе была сформировать агентурную сеть. Просто узнать, ну, создать, может быть, условия для вербовки. Мне, как человеку немножко осведомленному в таких вещах, просто книжек читал много, очень интересно, как он собирался создать эту агентурную сеть. Он какой-то монстр разведки или что? Ну, мы дальше поймем, насколько монстр, ну, просто что, удивительный человек какой-то, удивительный старик. Старому агентови платили буквально копейки. 40-30 долларов. 40-30 долларов в месяц, в год, и что? 40 долларов платили такому мощному старику, которого забросили, для того, чтобы он создал агентурную сеть Генштаб Российской Федерации. Где он мог встречаться с этими контрразведчиками и беседовать с ними? Вот я бы с ними, если бы он ко мне подсел, даже беседовать бы не стал, вот честно. Знаете, смотришь всю эту передачу, всю эту новость, и создается впечатление, что чего-то вроде бы как не договаривают, да? С какими он? Может быть, с пенсионерами военной разведки общался? И что разу одесский маршрут агента зимы ввел в Генконсульство России. Вот это уже интересно. Его маршрут ввел в Генконсульство России. Почему? Сюда он, вероятно, сдавал записи разговоров, но последнего раза визит до российского представительства не склався. Привозил в Генконсульство записи разговоров. И Ткаченко повез материалы через кордон власноруч. Последний раз не получилось передать записи разговоров, поэтому он и поперся с ними через границу. А записи были в бобинах, по всей видимости, в сумке он стоит, да? Устройство, в общем-то, должен был дать российское консульство. Ну вот, видимо, то, что мне пришлось оттащить через границу, видимо, не хватает технических средств. Точно, тащить через границу устройство. Я вам говорю, это точно на бобины записывал. Говорят, качество там лучше, да? На этих кадрах агент перетинает кордон. Митник просит внести до декларации все электронные прилади. Агент брешет, что их нет. А у него на самом деле был электронный прибор. Через минуту, но непомятно, его берут под руки. Дривая взгляд. Доказ найдено. Вот он, диктофон, профессионально схованный в одязи. Ух, какая адская машинка. Действительно, очень профессионально спрятан в одежде. Что это за кусок джинсов лежит, я не могу понять. Это, по всей видимости, он был вшит в джинсы куда-то. Со стороны, как оно, переда, зада. Видимо, а кому вы должны были передать это устройство? Я должен был бы передать их сначала или в российское консульство Шульцеву. И в случае невозможности, поэтому повез терраспорт. Я как-то в сторону посмотрю, вроде сейчас оттуда кулак ему прилетит. Не, не кажется вам так? В общем, это адская машинка, иначе я назвать не могу. Это устройство, правильно ли я называю это? Устройство. Он должен был отдать в генконсульство. Генконсул. А с Шульцевым вы общались? Да. До этого? Да, да. Неоднократно? Да. И вот уже начинается рассказ про этого Шульцева. Идется про Евгена Шульцева, выполняющего обязательства в генконсулы России. Консул, видимо, офицер какой-то, видимо, какой-то там... Ну, действующий, наверное. Да, действующий офицер. Опять-таки, как и вот этот вот, главного разведуправления генштаба Российской Федерации. То, что он выглядит, этот Шульцман, так, как он выглядит, то это ничего страшного. Потому что, знаете, настоящий шпион, кстати, и должен так выглядеть, непрезентабельно, чтобы не бросаться в глаза. Ну, как он выглядит, это дело 28-ое. На самом деле, другое интересно, что в начале этого месяца фамилия его уже всплыла. А всплыла она вот все, зачем. Генконсул в Российской Федерации в Одессе прислало приглашение главе Одесской облгосадминистрации на прием. По случаю Дня России. Агент, кажется, что именно Шульцев передал диктофон с записами потенциальных врагов российским спецслужбам. Ну, бывает же такое, да? Всплывает фамилия этого Шульцева. И вот уже хлоп, и как раз таки он попалился, знаете. Не только еще. Мало им еще вот этих шпионских всяких дел, они еще и паспорта российские продают. Вот же ж мрази. Вин контактувал с выполненщиком обовязки генерального консула Шульцева. Вказанных осіб повязывало коррупционные схемы легализации граждан Украины. Запомнили легализацию граждан Украины, которые хотят перейти в российское гражданство. Яки не могли отримывать гражданство Российской Федерации. Они через Ткаченко и Шульцева с использованием коррупционных схем отримывало указанное гражданство. Далее. Один плюс один показывает документы, поддельные документы, которые приходили в консульство для того, чтобы эти граждане Украины получали российское гражданство. В консульство надходили подробленные документы. Фиктивные доведки про какого-то российское походжение тех, кто хотел иметь паспорт с двоголовым орлом. Агент каже, генконсул просував фальшивые паперы. Гроши за это и шли через Ткаченко. Деньги шли через Ткаченко, но Ткаченко получал 30-40 долларов. Мы уже слышали, да? Вот в Молдавию очень тяжело попасть в российское консульство. Ой, ну, в Молдову. За это платятся деньги там в сумме тысячи долларов. Просто для того, чтобы человек зашел без очереди. А здесь, ради Бога, тут вас свободно. 200 долларов платишь и он заходит в консульство. 250 долларов они мутили для того, чтобы входил человек в консульство. А вот этот вот дядя носил поддельные документы. Это как бы многостаночник такой. Наразі один з учасників цього шпигунсько-корупційного дуэту уже за гратами. Да, он пока что прикрит еще этой неприкосновенностью. Ну, и они делают вывод, что Кремль не отказался от Одессы. И, знаете, классовая борьба нарастает. Она не успокаивается. Поэтому не спи, товарищ. Не спи. Вди. Контрозвідники говорят про активизацию российской агентуры в Одессе. Отже, отмолваться от перлины біля моря Кремль не збирается. Знаете, что мы решили сделать? Мы решили расшифровать все эти документы, которые светились в этом новостном выпуске. На столе лежал паспорт самого Ткаченко. Это Республика Молдова. Теперь документы, которые поддельные он носил. Я так понимаю, что изъять их у Генконсульства России они не могли. Поэтому они изъяли их у Ткаченко. Давайте взглянем, что это за документы. Фамилии очень тщательно замазаны. Вот здесь заверенное нотариусом. Я не знаю, что это свидетельство о рождении или нет. Отец и мать Молдаване. А вот уже другое свидетельство о рождении. Папа Молдавской Республики я нашел, что один из родителей русский. Вот одна здесь такая посвятка на проживание для Молдаванина. Она выдана Молдаванину. И когда я сверяю фотографию на документе нашего шпиона и вот это вот, у меня закрадывается подозрение, что это его же и документ. Потом следует паспорт какого-то очень молодого гражданина Украины и паспорт гражданина Молдовы. Далее какая-то нотариально заверенная штуковина. А вот потом совсем интересно. Там оплата. Корешки оплаты. Тут квитанция Генерального консульства Российской Федерации в Одессе о свидетельствовании подлинности подписи. Оплата произведена 10 месяца 2016 года. И вторая квитанция это оформление заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Тоже от 10-го 2016 года. И тут я себе подумал а зачем этот шпион возил с собой эти квитанции об оплате 2016 года. Смотрите, дальше я не могу ничего утверждать у нас слишком мало фактуры, знаете. Но у меня создается впечатление, что они нашли у него в его сумке его личные документы. Это он что-то мутил для кого-то из родственников. И найдя эти документы они почесали голову и подумали а почему бы нам не придумать целую схему. Вон и через Ткаченко по Шульцеву. Обратили внимание замазана хреновина которая на конце я просто не знаю как это назвать вот эта вот эта штука я полагаю что это все-таки какая-то батарея. Скорее всего она питала то, что там на конце. Но вот то, что на конце замазано замылено и замылено это каналом 1 плюс 1. Зачем каналу 1 плюс 1 замыливать то, что на конце вот этой вот хреновины которая была вшита в джинсы. Всему свое время. А пока что прочтем вот это. За 9 дней до того как было сообщение о том, что задержан агент ФСБ появилось сообщение на сайте СБУ. И здесь тоже оперативники задокументировали как организовать сеть российские спецслужбы приказали сотруднику Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. И вот это короче в Приднестровье ему выдали аппаратуру все такое и ни слова ни про какое российское консульство. И ни про какого консула. И ни про какого генконсула и слова нет. Давайте просто подумаем мы же люди мыслящие мы же не будем просто писать нагеляку расстрелять пристрелить задушить собаку. Смотрите СБУ его допросило и поспешило опубликовать этот допрос. И на допросе он ни слова не говорит ни про ФСБ но главное он не говорит про генконсульство. Он ни слова про это не говорит. Зато говорит про другие вещи. Все то же самое только генконсульства нет и оказывается молдавский шпион молдавский шпион это многое объясняет суперспецаппаратуру вшитую в джинсы. Для записи даже разговоров я использовал вшитые сотрудникам МГБ простактивное записывающее устройство. Сотрудник МГБ вшил ему это устройство. Давай про генконсульство уже. После завершения беседы я был задержан сотрудниками СБУ. После завершения беседы был задержан сотрудниками СБУ? Не понимаю. Там же вроде показывали в сюжете его задержали уже на пропускном пункте. Кстати, как мне написали многие знающие люди через этот пропускной пункт можно пронести ящик всего чего угодно и очень даже просто. Сотрудники СБУ в отличие от канала 1плюс1 не постеснялись выложить то что на конце его хреновина. Что там написано? Эдик Эдик диктофон находим данный диктофон. Вот он Эдик Мини. Ой, такая манюня на самом деле манюня. А фишка этого диктофона в чем заключается? В том, что ты к нему подсоединяешь кабель вставляешь этот кабель в компьютер и можешь загрузить все файлы с него куда угодно на удаленный диск на гугл диск куда хочешь потому что мы уже живем не в 19 веке и для того чтобы передать кому-то файлы не обязательно идти и нести всю эту бандуру в генконсульство и куда угодно. Еще раз выскажу свою мысль свое просто предположение. Вот этот мужик был отправлен суперразведкой это в лучшем случае был отправлен суперразведкой Приднестровской Молдавской Республики. Ну и его разведывательная деятельность закончилась не начавшись потому что желая кого-то записать он спалился ну и был задержан. А потом проходит время люди сидят чешут голову думают Эврика у него же документы были в чемоданчике давайте-ка мы придумаем что там занимались вот такими вот махинациями. Давай покажем по нашему каналу да и все ладно кто там будет разбираться все будут писать эх стенки его нагильняку а потом из этого всего развернем настоящую шпионскую сагу с генконсулом куда этот дядька приносил записи и там с ГРУ генштабом и всем подряд а самое мне интересное что журналист этот Цыплиенко он-то ведь отлично знает что это все погремуха но с умным видом интервьюируют и выдают они в итоге вот это вот в эфир конечно же этот сюжет намного интереснее намного красивее все СМИ всосали и все теперь кричат ФСБ генконсульство но когда ты с этим начинаешь разбираться более детально тебе не оставляет ощущение что тебя разводят что-то что-то не так знаешь впрочем это происходит только с теми людьми у кого в голове мозги а не дерьмо которое туда напихали украинские средства массовой дезинформации пока украинский как все уже как все и Субтитры создавал DimaTorzok